Девчонки, ребята, доброе субботнее утро. Кривой репортаж из Каневаш с вами. Марика Виктория, привет. Будем завтракать. Да, Марика уже ест. Творог, сухофрукты, что у тебя там, сгущенка? Сгущенка. Манго, пирожки яблочные. Вчера в спаре купили молоко. Я положила сюда, как обычно, я же люблю сыры, вы же знаете, девчата, да? Несколько видов сыров у меня тут в баночке лежит. А вот этот сыр привезла коллега по работе, девчонка из Калининграда. Они вот были там на какой-то сырной фабрике, она кусочек там всем нам раздала. Вот, будем есть хлеб с маслом. Что тут у меня надо? Микрофон, зарядку убрать. Сейчас буду кофе быстро варить. Да, варя я тут. Творожная масса с изюмом. Что тут у нас еще? Марика себе какао сделала. Я буду кофеек. Да, да. Вот. Так. Поехали. Как обычно о планах. Какие у нас планы на сейчас и на сегодня? Ну, кофе сварить, понятное дело. Поедем в магазин, all time называется, за часами. Потому что... Почему так? Почему all time? Ой, смотри, мы чай пили, я забыла кружечки помыть. Почему именно в этот магазин, девчата? Потому что он считается проверенный, надежный. Знаешь как? В наше время очень опасаюсь подделок всяких. Подделок, часов. Мы за часами хотим. Вот. И это такой, наверное, единственный магазин, который мне дочка посоветовала, который она знает. Ну, очень проверенный, да? Ну, не единственный, а который, где можно купить 100% не подделку. Либо надо на сайт часовых заводов залезать, смотреть. Но мы хотим прямо сразу приехать и померить. Там очень большой выбор. Там, знаешь, вот как супермаркет часов. Часы все дорогие, все хорошие. Хотя есть. Это не реклама, это просто рекомендация. Есть. Если вы хотите купить часы, такое приложение называется all time. Это прям приложение в Google Store можно скачать. Варится, варится кофе, да. Вот. Можно скачать в App Store. По-моему. Ну, не могу точно утверждать, но, например, на Android я скачала это приложение. И можно посмотреть стоимость часов. Там самое дешевое начинается от 1890 рублей. По-моему, самое дешевое, которое я видела там. Вот. Но они такие, видно, простенькие механизмы, знаешь, как вот детские. Вот для ребенка, наверное, нормально будет. Вот. И заканчиваю бесконечностью. Те часы, которые мне нравятся, фирма Радо. Девчат, но средняя цена 300 тысяч. Это просто заоблачная. Ну, просто вот чисто дизайн нравится. Вот. А так посмотрим. Не знаю, в общем, залезу в электронную кубышечку нашу, копилочку. Достану оттуда определенное количество денег и что-нибудь выберем. Вот. Что, ты сегодня молчаешь? А что мне говорить? Я кушаю. Некогда, да? Некогда разговаривать. С меня рот набит. Сейчас расскажу смешную историю. Я уже даже все почти. О, ну ладно, ладно, выключу. Девчат, видите, немножко пренебрегаем освещением, чтобы моряки глаза не резли. У меня, да, после коррекции зрения на яркий свет уже прошел год, и на яркий свет я не сильно хорошо реагирую. Хотя все остальное идеально. Ранка бьют сейчас за завтра. Ну вы же меня узнаете по силуэту? О, пирожок еще у меня есть. Откусанный. Слушай, это в магазине, наверное, откусили? Да, конечно, а кто только сейчас откусил с утра? Я? Да. Точно? Да. Дед забыл таблетки выпить. Конечно, кто откусил. Девчат, сейчас расскажу историю. История такая занятная, забавная. Ну что хочу это? Чего? Какао. Какао? Ну садись, я подогрей. Молоко греть. В кофейнике грей молоко. В кофейнике? Давай. Второй кофейник у нас внизу в плите. Не знаю, где он. Да, слази и подогрей. Хорошо. Только следи, чтобы не убежало. Ниже. Да, 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 вон до полка. Я его вижу. Да, да, вот он стоит. Вот он, вот он, вот он. Я вижу его. Ага. Ну я люблю... Да дай мне молочка-то с кофейком чуть-чуть. Капельку. А что, чуть-чуть там, поцелая бутылка? Эй, смотри, пустой не ставь. Вчера, ну я люблю поржать над собой, поэтому я рассказываю такие истории, мне нравятся такие истории самой. Вчера, значит, выхожу с работы, ничего не подозреваю, там, значит, ну, сажусь в метро, а у нас всегда часов до 10 вечера, да, вот мы даже когда поздно едем с работы, бывает, что, ну, стоим в метро, потому что сесть невозможно, ветка загружена. Девчат, приятного аппетита, кстати, кто с нами кофе. Спасибо. Короче, ну вот, стою, еду, передо мной сидит парень молодой, слушай, дай мне ножико-черный хлеб, пожалуйста, ты равно стоишь. Вот, ну, как стоит, сидит, парень мой, ну, сидит такой и говорит, мне говорит, знаешь, а у нас в Москве много же больных всяких, и говорит мне, такой, с мордами, улыбается, встает и пошел. Я ему такая, ну, типа, здрасте. Ну вот, я не обратила внимания, значит, села на его место, сижу, значит, еду дальше, вот, ну, и, в общем, выхожу, нормально, все, не сажусь в автобус, а еду-то поздно, ну, как бы вот, уже темно, да, и ты видишь свое отражение в автобусе, да, вот, когда сидишь, ты в окно смотришь, я вот поворачиваю голову, значит, а я села прямо около окошка, мне казарное место досталось, вот, поворачиваю голову, а у меня, девчата, у меня вот так вот, прям вот так, вот, сейчас немножко камеру разверну, у меня, короче, прям вот так вот усы нарисованы, прям вот сажей, просто сажей, а ты понимаешь, я же с работы вышла. Он подумал, что это ты себе нарисовала и ходишь. Так, блин, я подумала, я ненормально. Понимаешь, я с работы, я когда выхожу с работы, я умываюсь обязательно, там руки мою до локтей, это 100% прямо сразу. И лицо сразу, умываю лицо, шею, все места, которые грязные. У нас работа грязная очень. Мы же как шахтеры там сидим. От серебра прям черная пыль. И видно, я, значит, помыла руки, умылась, все. И когда, ну, а я же как, я же прохожу несколько помещений, прежде чем выйти на улицу, да? И видно, я за что-то там лошинально схватилась, а потом почесала нос. Ну, вот так вот, вот этот вот жест обычный, да, как двумя пальцами ты берешь, и вот так вот за нос, да, чешется. И вот я раз так это сделала, и видно, у меня прям вот так вот все прочеркнулось. Вот. Я вытерла, конечно, это, ну, под носом, все вытерла, и еду в автобусе. Понимаешь, и смеюсь, я становиться не могу, сама с собой смеешь, как дурочка, да? Потом, наверное, люди стали на меня смотреть и тоже начали ржать, потому что, ну, как бы, мне смешно, и когда человек смеется заразительно, это понятно, да? И вот это, приехала домой, рассказывая дочке, позвонила, она тоже, она ржет, она говорит, ма, ну ты даешь. Ну, понимаете, даже ситуация-то, она такая, она смешная, но она такая, знаешь, она такая по-доброму. Я вот люблю над собой вот поржать, вот такие вот вещи, ну, я их замечаю и с удовольствием рассказываю. То есть я не считаю это как позор, там, да? Это просто смешная история, которая вот умение поиронизировать над собой, то я считаю большой плюс, и не только мой, когда люди рассказывают, и, ну, как бы умеют смеяться, умеют получать удовольствие от того, даже от каких-то казусов. Это тоже хорошо. Должно ли быть стыдно за такие ситуации? Абсолютно нет. Вообще абсолютно нет. И не надо себя чувствовать неудобным, как-то некомфортно. Это нормально, это жизнь, это всякое бывает, вот всякие там казусы, там, я не знаю, всякое бывает. Вот. И чувствовать себя неудобно перед людьми? А что, вы обязаны кому? Нет. Именно, тут все ходят с усамиши, вы думаете? Фу. Да. Аня с бородами. Да, да. Вот. Что-то греется хреново. Такие вот истории. А потому что ты на минималку поставил, поставь побольше. Это минималка? Да. Чуть вверх, вверх-вверх. Наоборот, наоборот крути, еще раз. Оп, нет, перекрутил. Да что это такое? Я же знаю, как ключик. Сейчас я включу плиту. Не дурачок же. Вот. Все время готовлю. Тихо, вот. Все. Вот сейчас будет греться. Просто оно чуть-чуть перешло вот это, да? Да, да. Вот это максималка, да. У нас, девчат, плита такая, знаешь, специфическая. Не на кнопках, а специально. Мы когда выбирали, мы выбирали под винтаж. Позажми, чтобы не разобраться сразу. Под винтаж выбирали. И мы выбрали плиту с переключателями. Ну, не простые вот какие-то обычные, да, а с вентилем. Как вот старинные вентили, как вот рычажок такой переключается. Переключение. У нас горение и плита, и микроволновка, все в одном стиле. И причем мы попали в то время, мы выбирали технику, когда выбора практически не было. Мы попали в только-только начало санкций. А сейчас есть горение вообще? Есть, но таких моделей нет уже. И вот у нас, когда мы пытались мобилировать квартиру, ну, и техникой определенной, да, вот у нас такая обязывающая техника, у нас все сделано под винтаж, под старину. Очень было сложно найти соответствующую по дизайну технику. Не современная, а вот именно, ну, она как бы, она современная, но дизайн должен быть выдержан в определенном стиле о 50-х, 60-х годах. И ты знаешь, вот эта рыба должна подходит под все это. Да. Было сложно подобрать, и то же самое нам повезло. То, что вот смек, да, техника, мы любим, вот именно вот, есть современная смек, ну, я имею в виду дизайн, да, а есть вот такое вот это вот, то, что вот мне нравится, вот эти округлые формы, все гладенько. Вот, и заморачивались, искали. И вот Марика облазила все сайты, да, сбермаркеты, все, мы лазили-лазили, плиту схватили, купили, успели, там буквально одна или две вообще на складах оставалось, где мы нашли. Вот. Потом микроволновка нужна была, микроволновку искали долгую, упорную, хотели именно горение, потому что, ну, плита такая же, хотели такую же микроволновку. Вот. Были какие-то плиты, очень, не плиты, а микроволновка очень красивая тоже дизайна, но ноунейм, то есть эти фирмы мы не знали, мы не могли подобрать, ну, как бы вот ты покупаешь, да, и ты не знаешь, в Китае будет она работать, хорошо она будет работать или нет, а хотел вот купить один раз и забыть. Вот. Вот такая концепция, да, вот один раз купили и забыли. Забыли про что? Про все. Работает и работает. Вот. Что у нас еще? По комментариям, девчата, с Ютуба очень приятные комментарии, спасибо, что вы нас смотрите, очень поддержка такая, и действительно хорошие комментарии, хвалят нас, ну, в плане, что нравится. Да, мы любим, когда нас хвалят. Нравится смотреть, спокойный канал у нас такой, у нас без трэша, без каких-то там волнений, визу, вписков. Вот. Такие же комментарии на Зене, все большое спасибо за хорошее. Я тут мою, ничего страшного, просто тут пригорит. Ничего. Ой, пригорело. Пригорело, просто залейте петлом и все, и отмою. Да, может, это не пригорело, это, может, раньше что-то было. Нет, просто кипело. Оно сейчас не могло пригореть, я даже до кипения не доверюсь. Хорошо. Молоко, оно пригорает само по себе, всегда. Ну, что ты так причинешь? Рассказывай, я тебя слушаю. Вот. Что у нас еще? Да особо ничего, света белого не видим, на работу ходим. Что у нас еще? Ничего, честно, сказать-то нечего. Вот это правда, это правда, да, не видим белого света, работаем как лошади. Вообще ничего. Идешь домой с работы, фонарь, на своем поле идешь, фонарь, фонарь, аптека. А подъезды доходишь туда? Хочешь хлеб с маслом? Это, не, не. Зашел, а в магазин еще зашел, спать лег, утром встал, в 6 утра и назад, ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. И назад, ч-ч-ч-ч-ч. И вот так вот все. Девчат, хочу посоветовать, мне очень понравилось, в Магните продается под маркой Магнит, и Марике тоже понравилось, сквашиная капуста. У них на удивление вкусная. Нет, как я сказала, на удивление. По ценовой категории, она недорогая, и очень вкусная. Вот в марке Магнит, капуста квашеная, прям милое дело. Такая, знаешь, крышечка там, она небольшая такая, но баночка такая. С хреном, короче, называется. Да, с хреном. Зеленая крышечка, буква М там нарисована, с хреном, Магнит, вот капуста, прям очень вкусная. Давай заедем сегодня с парочкой пирожок. Пирожок понравился, с парой, давай. Мне не так нравится, только не жареный, а вот эти мне нравятся. Девчата, на рекомендации по фильмам смотрела в этом, на этой неделе, значит, я смотрела, вот сейчас смотрю фильм, только включила, то смотрела настоящий детектив, это американский фильм, там мистика, там детектив, вот кто любит вот такое, классный. Первый сезон вышел в 2014 году, причем сезоны выходили не часто, не с большой периодичностью. Вот, и сейчас только четвертый сезон, он только-только вышел в 23-го года, очень понравился, то есть вот я смотрю, прям вот, половину слушаю, половину смотрю, прям захватывающе, мне понравился. Вот сейчас четвертый сезон идет, интересно, и детективчик, и немножко мистики, и какие-то непонятные ситуации, и повороты сюжета очень интересная, мне понравился этот фильм. А я вчера вечером думаю, дай посмотрю, сейчас везде это, пишут фильм «Бедные и несчастные», такой сюрреализм, ну, там рассказывать не буду, один секс фильм. А не досмотрела до конца спать, потому что время было позднее, фильм длинный. Ну, как бы, любителям... Мы в том возрасте, когда на эротических фильмах уже ссыпали. Да не в этом дело, он же не эротический, смысл, да не в этом вообще. Да, ну, не в этом дело, было два часа ночи. Просто сидеть, смотри, до четырех я не хочу, ну, до трех, мне это не надо, не выспавшись. Я досмотрю сегодня. Вот. Так-то, в том возрасте. Нормально у нас возраст. Не, не хочу. Очень хорошо. Мне больше достанется страшкарно. Это вообще, конечно, не такие фильмы, я смотрю вообще другого рода фильмы. вот. Абсолютно противоположные. Пожаря, перед этим какой-то фильм у меня был. Господи, что-то я пересматривала недавно. А, это «Клещи» 93-го года. Ужасник, наверное, смотрели. Ну, это кто любит. Опять-таки, кто-то ищет смыслы какие-то высокие в фильмах, я там не ищу ничего. Как клещи выросли вот до таких. И в лесу там на группу нападали. 93-го года. Я его советую или не советую, я просто его смотрела. Он стоял фоном вечером, когда я работала уже удаленно, работала вечером. Вот так. Все. А какие фильмы мы еще можем рассказать? Вчера смотрела фильм «Право на свободу». Очень много наград, очень тоже штатовский фильм. Фильм рассказывает о работорговле, причем детской работорговле. Фильм очень тяжелый, смотреть тяжело. Фильм достаточно интересный, есть о чем задуматься. И там главная цитата фильма, что «Божьи дети не продаются». То есть смысл сюжета именно в том, что нельзя у человека забирать свободу. Маленький это человек, большой человек, неважно. Право на свободу должно быть у каждого. Это не то, что должно, это по законам Божьим. И фильм реально тяжелый, прям вообще. Просто тяжелейший фильм. Рейтинг достаточно высокий на кинопоиске, там, 8,6, по-моему, рейтинг из 10. Ну, в общем, у кого крепкие нервишки, «Право на свободу» рекомендую. Но мне было тяжело, мне было, например, тяжело смотреть вот этот фильм, ну, такой сложный. Вот. Какие еще фильмы? Ой, ребят, что-то как-то вот говорил, да, «Ленинград 46» мне очень понравился сериал с Гармашем. Или как фамилия? Гармаш, да? Ну, я не знаю, я не знаю уже. Вот. Или «Гармаш», как правило. Наверное. Хороший фильм. Так, что еще? Я могу почитать, какие у меня отложенные. Ну, ты ужасы, да, смотришь? Я-то люблю такие, знаешь, граммы, триллеры. Может быть, там, про любовь, но не совсем про любовь, какие-то жизненные я люблю фильмы. Фантастику я люблю. Вот еще. Да, давай я переверну. «Слезняк», 2006 год. Фантастика, комедия ужаса. Ну, это я просто, которая у меня в... «Слезняк» это типа служебный роман по Новосильцеву, да? Ну, почему ты так думаешь? Так. Отложен у меня фильм, наверное, знаете, с Аня Тейлор, Джой, «Ведьма» фильм. Номинаций много у него, лучший фильм ужасов, лучший там, молодой актер, победитель, там, каких-то гран-при. «Визит» фильм, как приехали 15-го года. А как приехали дедушки с бабушкой, дети, они у них не были вообще никогда, потому что мать сбежала из дома. А бабушка с дедушкой, это они подменные, а не те, что надо. И как в конце оказалось вот этот фильм, «Визит». «Руины» фильм интересная группа друзей попадает в дикие джунгли, где растения питаются людьми. Ну, это и то, что «Руины» 2008 года. Это то, что в отложках, что уже смотрелось. Это просто так за кадром посмотреть. А вот фильмы мне нравятся. Фильмы. Это, ну, да? Это, сейчас тебе скажу. У нее куча тоже номинаций. Будучи маленькой девочкой, Аделаида пережила травмирующие события в парке развлечений на побережье. Она отошла от родителей и забрела в зеркальный лабиринт. Я смотрела их. Как люди жили под землей, да, и вышли наверх. А оказалось в конце фильма, что эта девочка Аделаида, это та из подземных жителей. И она жила и развивалась на земле. А ту девочку, которая реальная, из тех, кто жил на земле, вот от которой в лабиринт зашла, ее-то она там оставила, в лабиринте. И выбралась на землю там, подняла бунт и выбралась на землю, чтобы убивать. Ну, в общем, понимаете, да, какого рода фильмы. Так, ну, Рассвет мертвецов, понятно, классика. Вот, кстати, вот говоря, фильмы ужасов, мне, знаете, какие нравятся? Я смотрела вот именно на тему выживания, выживальщики, вот мне нравится вот такое. Если это вот постапокалипсис, вот эти вот ходячие мертвецы мне нравятся. Но я, правда, смотрела их очень много сезонов-то, то ли 13, то ли 19. До 6-го многие досмотрели. Вот, я тоже, до 6-й, 7-й я досмотрела сезон, потом я как-то что-то прервалась, но фильмы интересные. То есть, как бы я жалею, что не досмотрела, но как не досмотрела? Работа, все вот это вот засасывает, то есть, как бы вот внешние факторы, которые не влияют как бы на интерес к фильму, но влияют на загруженность. И вот когда загружено, да, ты не можешь просто физически смотреть эти фильмы. Посмотри острые козырьки, ты оценишь. Перейди, вот ты первую, вторую. Кстати, по поводу нашумевших, острых козырьков, ты две серии только посмотрела. Я посмотрела две серии, мне не зашло, хотя все восторги, там многим нравятся, мне как-то... Посмотри. То же самое и с фантастики. Все пищали, вот это вот, как-то, битву престолов или игры престолов. Например, я не смогла. Я слушала книгу, я послушала книгу и я не стала смотреть фильм, потому что мне было уже интересно. А мне кажется, там из-за актеров смотришь, что интересные актеры, красивые. Я не могу смотреть... И характерные. Понимаешь, я не могу смотреть зрелищные фильмы на работе, потому что мне надо слушать. То есть какие-то фильмы детективные, почему я люблю смотреть, потому что я слушаю. А, фильм мне понравился про катастрофу, но как? Там типа как пандемия и на острове люди, ну вот как живут во время пандемии, ну то есть как бы с ними случается. Вот тоже кто-то болеет, кто-то там. И в общем, ну жизнь вот как вот, она приближена к реальности. Это европейский фильм называется «Слёборн». «Слёборн. Эпидемия на острове». Или «Слёборн», да, «Слёборн», по-моему. Это «Скандинавия плюс Германия» они сняли. Они вот, кстати, они хороший фильм снимают в том плане, что они какие-то, ну, во-первых, актёры. Там актёры приближены к реальности. Ну то есть лица вот такие, какие мы видим на улице. Там нет вот каких-то очень красивых актёров. Там вот такие. Вот мне чем нравится европейское кино, там лица не кукольные, там лица нормальные. То есть ты смотришь и видишь жизнь. И фильмы такие же. То есть где-то жизненные ситуации, где-то нудные ситуации, когда люди там бесконечно переживают какую-то свою ситуацию, ну как в жизни. Где-то вот, если она пошла в магазин, она вот реально идёт в магазин, она не через секунду оказывается в магазине, да, а надо ей пройти там пару кварталов, чтобы попасть в этот магазин. То есть как в жизни? Вот такая ситуация, да. Если, например, там муж с женой, вот они живут вместе 25 лет, они приходят домой не в каких-то там бриллиантах, в платье, там, в декольте, всё. Муж ходит в футболке, жена ходит тоже в футболке, в шортах дома как-то вот, ну вот обычный. У мужа брюшко, там, жена завязала волосы в хвостик и без косметики, всё. Не как американские фильмы, ну, то есть как бы вот, ну, реально. Вот реально. Ну, все разные семьи, кто-то походит ухоженный дома. Может быть, может быть. Просто немножко небрежные люди там, можно сказать, поэтому и воспринимается так, да? Ну, я не знаю, но, в общем, фильмы приближены к реальности, мне поэтому европейские фильмы нравятся, ещё нравятся детективы европейские. Почему? Потому что, ну, они умные, они умные, и ты как бы, ты участвуешь в этом фильме в том плане, что ты тут думаешь. Ты не просто смотришь какое-то действие, да, как вот боевики американские, там, всякие детективы, там, красивая картинка. Ты следишь за актёром. А когда ты европейский смотришь сериал, ты думаешь, что дальше будет. Ты ждёшь следующую серию, чтобы... Я такие не люблю. У меня так голова напухает на работе от всего, что мне хочется просто разгрузиться. И вот это... Причём в разные периоды жизни разные фильмы нравились. И просто, ну, не знаю, мне кажется, что именно это просто разгрузка. Сейчас кофеёк себе ещё подогрею, девчонки. Потому что ты сидишь, когда, да, анализируешь, что ты думаешь, там, просчитываешь. И тут раз ты начинаешь думать о фильме, ну, тогда ты просто надо выключить и пойти куда-то из работы. У тебя работа такая, что тебе постоянно голову не будет. Да, да. А и думай о разгружать. И ещё ты... Потребность. Тебе нравится вот это. Мне нравится вот это. Да. А из таких фильмов, которые я вот действительно ещё люблю... Я люблю детективы эти... Как сказать? Драмы российские, типа Быкова фильмы, Завод фильм. Мне очень понравился. Ну, не скажу, что очень, но понравился неплохой фильм. Вот надо отдать должное нашим. Наши стали снимать. Елея на фильм. Наши стали снимать хорошие. Ну, как... Драмы. Хорошие детективы стали снимать. Ну, можно смотреть. Хорошие фильмы. Вот это режиссёры, которые я... Режиссёры, которые говорят... Вот фильм «Елена» мне понравился про женщину, которая приехала в Москву из... этого, как сказать... Ну, из провинции. Ну, из провинции. Там жила ближняя, Подмосковье, что ли, где-то на окраине. Ну, замкаду, скажу. Да. И работала... А, она работала в больнице, кажется. Вот, сейчас скажу. Работала в больнице и окрутила мужчину. Ну, так получилось. Любовь у них возникла. Ну, как окрутила? А он бывший какой-то то ли партработник. Он же не против был? Да. В Москве, в центре квартиры и всё прочее. И вот она начинает жить с ним. Вот. История пожилой семейной пары Елены и Владимира. Богатый и скупой Владимир относится к Елене как к служанке, чем к жене. Ну, я скажу так... Богатый и скупой. Не совсем это вот так вот, как в описании звучит. Он жил так, он спокойно. Да, она за ним ухаживает, как жена. Я не скажу прям как служанка. Есть такая модель поведения, да? Но это же субъективное мнение. Просто человек пишет от себя. У Елены сына, да, у Владимира дочь. И вот каким образом Елена на самом деле свела в могилу Владимира. То есть она всё-таки это, да? Да она ему дала там что-то, чтобы он помер от сердца. И она туда перевезла всю свою большую семью. А никаких последствий её не поймали? То есть не доказали? Нет. Она же медик. А, она медик. Она перевезла всю свою семью, а у неё ватара там нежелающая особо сильно работать. Кто-то перебивается мелкими заработками. Сын. Это там не... Ну, такие дети, которые особо учиться не хотят. И вся эта ватара переехала в этот большой элитный дом в центре Москвы. Всё. И потом показывают, как они жили вот в этом загородном, в своём загородном их быте. Эти заводы дымящие там, эти дома, такой полубардак, бедненько, на балконе там курят чуть ли не в квартире. И тут показывают, они тоже уже сидят в этой хате, там пиво пооткрывали на балконе. Да, привезли с собой вот это вот туда. Этот быт. Этот быт, да. Вот фильм такой, вот, ну, как сказать, ну, мне понравился очень фильм. Елена называется. Можете посмотреть. Какого-то он года, по-моему, то ли 12-го года. У меня много в загажнике фильмов, помимо этих ужасников, я вам скажу, те, которые пронизывают, так сказать. Не надо там над ним сильно думать, тут всё понятно. Но он пробирает вот тебя. Ты понимаешь, что эта ситуация реальна, эта ситуация не есть. По поводу этого быта 11-й год. Я могу тоже рассказать, что... Каннский фестиваль, кстати. Личную историю опять могу рассказать, девчата. Вот... А, можно, секунду, Звягинцева фильм, если что. Давай, говори. Угу. Да. По поводу вот своей истории. У меня мама, папа москвич коренной, а мама из Ближнего Подмосковья, за Подольском, есть такой город Климовск. Ну, кто знает, вот подмосквичи, это... Вот сейчас на МЦД вот ходят до Подольска эти электрички, там от Москвы минут, ну, экспресс минут 30 ехать. Ну, это близко совсем при Подмосковье. Где у нас дача сейчас? Вот, кстати, вот. У нас же там дача такая осталась. Вот. И оттуда у меня мама родом. И она говорит, вот по поводу вот этого быта, она когда стала взрослеть, ну, видимо, голова немножко, может быть, немножко по-другому работала, что ли. Ну, как вот, не как люди, которые там живут, там работяги, там люди работали день и ночь, трубы дымящиеся, там был Климский машиностроительный завод, станки ткацкие делали, вот эти вот трубы, эти дымящиеся, там вот эти литейные цеха с вредным свинцом. В общем, ну, такая вот история. Вот. Люди все небогатые, люди работали много, работели, ну, понимаете, да, по сути. И когда ей исполнилось буквально лет 17, она поступила в торговый техникум, стала ездить из Климаса, вот на электричке в Москву, все. Она просто, она говорит, и рассказывала свои воспоминания детства, она говорит, Вика, я просто от этого, ну, вот бежала, она бежала не от нищеты, не от бедности, хотя там люди, ну, я говорила, небогатые, да, рабочий городок, а от этой обстановки, она говорит, я не хотела идти домой вечером, ну, как вот отучилась, я, говорит, просто гуляла по Москве, чтобы приехать вечером домой и просто не видеть, лечь спать, вот, и потом так же работала на день и ночь, там все, потом уже с отцом познакомился, она работала уже, пошла в магазин работать, в Ласта был такой магазин, вот, в отдел бижутерии, и там постоянно приходил молодой человек, она с ним познакомилась, и вышла замуж, да, моего отца, вот, и она говорит, говорит, я, говорит, каждый, вот это вот унылое, каждый день я приезжаю, вот эти вот, знаешь, вот сидят, спятые лица, мужики вот в домино играют, на лавочках, ну, домино это еще, может, неплохо, в московских Борьках тоже играли, а деградирующие, деградирующее поколение, каждое новое, да, каждый, каждый, каждый выходные, вот, ну, как бы, вот досуг, не то, что куда-то пойти, да, а просто вот, типа, вот нажраться, вот просто, как с пятницы угар пошел, и до ночи, понедельника, вот это все продолжается. Не было культуры, потребления, понимать. Она говорит, да, говорит, ну, как бы, вот эти вот, вот наследие, вот эти вот статуэтки, помните, я вам показывала, что она начинала собирать, я продолжаю собирать вот этот вот антиквариат, ну, мне нравится вот этот фарфор, там все, книги по искусству, это вот она меня приучила, это ее наследие, это как бы, вот она с молоду, вот это, ну, ей нравилось там музеи, выставки, она куда-то ходила, смотрела что-то, и когда она говорила, ну, среди своих там ровесников, там вот ей 17, 18-19 лет было, я была в Третьяковке, я ходила там, вот еще что-то смотрела, я какие-то памятники смотрела, гуляла по Москве, на нее смотрели, как на чудную, ну, то есть, как бы ее не принимали, и вот, как бы в своем сообществе ее выталкивали, выдавливали из этого сообщества, потому что, ну, как чудная, ненормальная, вот так, вот, а здесь, в Москве, определенный культурный пласт был, хотя это рядом, да, и здесь она себя нашла, я думаю, что она бы, возможно, и никогда бы не уехала из городка, и там нравится, ну, в принципе, вот она сейчас, пенсионерка, она сейчас вот на даче летом проводит все свое время, и она говорит, мне там нравится, вот чисто вот как там, две речки, там вот пруды, да, вот там, а мне Брянск нравится. Я вообще, я очень люблю Брянск, у меня же душа. я так, вот, знаете, вот я вот, ну, достаточное количество раз вот была у Марики в гостях, там, в Брянске все, такой же город, в принципе, как у нас клава. А дом, у нас дом в лесу есть, вот прям в лесу, и вот сейчас люди мечтают, да, вот скажите честно, многие, да, дом в лесу, а дом, жилой, там ванны, все это, баня внутри, сауна, я к тому рассказываю, не то, что просыпаешься и видишь, хвалюся, хвалюся, вся жизнь, ну, как сказать, как в городе все, ну, ты сосна тебе в окна, и это так кайфово, вот если честно. Я поэтому вот люблю, мне нравится здесь, потому что здесь уже наш район, любимый район, потому что мы, ну, мы здесь, так сказать, как-то увидели, и все, тут, ну, как дом уже понимаем, чувствуем, хотя, мы до этого вот жили в Отрадном, да, это Викин дом, который вот они все время там, да, провела свою юность, детство, да, ну, детство, но здесь, здесь у меня вот, мой дом тоже, не потому что квартира тут, у меня квартира путилка была, но у меня там не чувствовалось дом, а здесь вот просто район, как бы я чувствую, что здесь какой-то жизнь, будущее, да, какое-то, что мы будем, да, ну, одновременно очень люблю и Брянск, потому что там все-таки спокойная жизнь, там хорошо, да, милый город, да, говори, вот буквально на днях мы говорили, вот по поводу, скажем так, ну, вот как обживается район, да, и я пришла домой и говорю, маленький, я говорю, у нас район-то уже обжитой, она говорит, а что, как, примета главная, бабульки с откормленными собаками, подмышкой, гуляют, гуляют, да, перевезли бабулек, да, вот как только старшее поколение, мы когда только въехали, у нас вообще не было старшего поколения, такое ощущение, что во всем, на этаже, во-первых, мы самые взрослые, да, и мне кажется, что вообще во всем квартале мы самые взрослые были. Тут, кстати, на самом деле живут, мне кажется, 30-40, да? Да, 30-40 лет, молодежь, и, в общем, вот сейчас стали появляться люди более взрослого возраста. Ты больше это? Нет, я вот даю им кражок. Поэтому. Стали появляться взрослые люди, и у меня вопрос, где, вот мы когда-то хотели завести собачку, но мы хотели не покупать собачку, а взять из приюта маленькую собачку, вот. А потом видишь, как жизнь сложилась так, что мы стали работать не то, что меньше, а больше, чем работали, и, да не убирай, эту камеру трясется, я все сама уберу. Чуть-чуть, все. Вот, и жизнь сложилась так, что, ну, работы стали много, ну, и, короче, по факту, что получилось? По факту получается, что собачку мы так и не завели, а... И не будем заводить, все. Откуда бабульки берут собачек, скажем так, во взрослом возрасте, которые собачки нормальных габаритов, то есть они маленькие. Мне кажется, вот как мы по приютам смотрели, купаю, мне кажется, вот дворняшки, они все большие, они все собаки, там, ну, от среднего размера и выше. Может, это Ченкова не носит? Да я не знаю. Нет, со взрослыми собаками, такими толстенькими ходят. И собаки прям размером с таксу, прям маленькие. А, где ты взяла такую собачку? Хорошенькие такие, знаешь, гибриды, но они такие, блин, они красивые, милые собаки. У них есть время гулять с ними и ухаживать. Безусловно, конечно. Собакам должно быть тоже не скучно дома. А так купил и ушел до 10. А басала все, вскакала, пришел убирать, гулять. Знаешь себе жизнь как усложнить? И собачки тоже. А эта собачка могла жить и развиваться в семье, где кто-то хотя бы дома находит. Все, ребята, кривой репортаж искренний ваш. Дочку, звони. Сейчас, секунду. Попрощаться нормально? Дочка проснула, звони, сейчас мы уже поедем. Видишь, заторопились как. Дела надо делать. Все, пока увидимся. Обязательно поснимаем еще много видео. Надо дойти к Абдуле, сейчас, Вик, зайдем. А, слушай, с Абдулой быстро сейчас история. Пока не закончила. Короче, мы же с ним договаривались, что все деньги мы выплатим ему. Главное, что он халявничал. Он не работал, он бросал работу, уходил куда-то еще там. Ну, там не надо жаловаться на него, я не люблю. Слушай, да. Он реабилитировался. Короче, и мы ему обещали, что ты получишь деньги только тогда, когда сделаешь работу. Ну, так, подстегнуть. Дай я фотки покажу людям. Он стал работать. Он стал работать и попросил, значит, аванса 30 тысяч. Мы ему прям без проблем прям дали сразу. И этим вечером он скинул фотографию, что все чисто, сделал красиво. Вот это раковина. Смотри раковина. Ну, это просто еще будет помыто все, немножко в такой трухе. Раковина из плитки. Смотри дальше. Так, тут будет, вот это все два метра, это душевой отсек идет. Вот тут будет ниша, подсветка тут такая. Будет вот тут эта ниша раковина торчит. В общем, ванна очень красивая получается. Очень красивая. Видишь, как из керамогранита большую керамогранитную выложили. То есть раковина будет вот такая. Ну, молодец. Молодец. Рукастый мужик, рукастый, но такой, знаешь, хитрый. Ну, в общем-то, и все. С вами был Кривой Репортаж. Мы поехали. Не переключайся, оставайся с нами. Мы тебя очень любим. Не обижайся, что мы говорим с тобой на «ты», потому что ты наш зритель. Там одна женщина обижается. Да. Ты уже нам как родная. Как родная. Ну, есть люди, которые нас смотрят три года и больше. Искренне ваша. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok